Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. 36 лет тому назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. К убийству детей в Терновке могла привести халатность должностных лиц. За март цены в Воронеже выросли почти на 7%. Когда закончится реконструкция Воронежского цирка? К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в понедельник в Нью-Йорке, что прекращение огня в Украине сейчас не является хорошим вариантом. Единственное преимущество, которое это даст, это возможность украинским силам перегруппироваться и устроить больше провокаций подобных бучи. Честно говоря, это решать не мне, но сейчас я не вижу для этого никаких причин, сказал Полянский. Далее он сказал, что Министерство обороны России продолжает собирать информацию о том, что киевский режим, поддерживаемый США, готовит инсценированные провокации, чтобы обвинить российские вооруженные силы в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия. Трое бизнесменов в сопровождении бывшего астронавта НАСА успешно приземлились у побережья Флориды в понедельник на борту космического корабля SpaceX, проведя более двух недель на международной космической станции. Четверо мужчин, трое бизнесменов и бывший испаноамериканский астронавт Майкл Лопес Аллегрия вылетели 8 апреля из Флориды. На следующий день они прибыли на международную космическую станцию, где первоначально должны были провести всего 8 дней. Однако их возвращение на Землю несколько раз откладывалось из-за плохих погодных условий, и команда провела на МКС более двух недель. Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплачивать по 10 тысяч долларов каждый день за неуважительное отношение к государственному органу. «Мистер Трамп, я знаю, что вы серьезно относитесь к своим делам, а я серьезно отношусь к своим. И я осуждаю вас за неуважение к суду и налагаю на вас штраф в размере 10 тысяч в день до тех пор, пока вы не перестанете неуважительно относиться», приводят слова суди Артура Энгрена, произнесенный на слушаниях в понедельник телеканал CNN. 7 апреля генпрокурор Нью-Йорка заявила о своем намерении привлечь Трампа к ответственности в связи с отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании. Такое поведение расценивается как неуважение к суду. Компанию 45-го президента США подозревают в предоставлении ложной информации для получения налоговых льгот и обеспечения займов. Миллиардер Илон Маск купил гиганта социальных сетей Твиттер примерно за 44 миллиарда долларов. После переговоров Маска о справлении компании, акции Твиттер в понедельник подросли в цене на 4% и стоили около 51 доллара за акцию. Американцы восприняли неоднозначную новость о продаже соцсети. Отметим, что после известия о ее покупке Маском, члены администрации президента США Джо Байдена начали волноваться, что в Твиттер может вернуться бывший президент Дональд Трамп. Сам Маск назвал соцсеть цифровой городской площадью, на которой обсуждают жизненно важные вопросы будущего человечества. У Твиттера огромный потенциал. Я с нетерпением жду начала работы с этой компанией, заявил Илон Маск. В Нигерии сотни людей собрались в нигерийском Кудже, чтобы принять участие в акции по массовому тестированию от болотной лихорадки, поскольку в понедельник отмечался Всемирный день борьбы с малярией. Согласно отчету, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в декабре прошлого года, на долю Нигерии приходится 26,8% случаев заболевания малярией в мире. Ливан. Сотни людей прошли маршем по улицам Триполи в понедельник, чтобы оплакать семерых мигрантов, утонувших у берегов Ливана за день до этого. Скорбящие несли гроб и тела погибших на кладбище. Выжившие обвиняют ливанский флот в том, что он потопил судно. Лодка была потоплена. Те, кто выжил на лодке смерти, свидетельствуют о том, что офицер намеренно потопил лодку, сказал шейх Салем Аль Рафи. И Суницкий, священнослужитель. Обстоятельства аварии пока не ясны, но некоторые выжившие действительно обвинили военно-морской флот в том, что он потопил лодку, пытаясь отправить ее обратно к побережью. Между тем, армия заявила, что капитан лодки совершил маневры, что и привело к крушению лодки. С тех пор, как в октябре 2019 года начался экономический кризис в Ливане, сотню людей уехали на лодках в надежде на лучшую жизнь в Европе, заплатив контрабандистам тысячи долларов. Многие из них добрались до европейских стран, в то время как другие были остановлены ливанским флотом и вынуждены вернуться домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По словам Хатифзаде, разногласия между Ираном и другими участниками переговоров Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией были урегулированы. Однако между Исламской республикой и США сохраняются разногласия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Китай. Представитель МИД Китая Ван Ваньбинь во время пресс-конференции в Пекине в понедельник заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравление Эммануэлю Макрону. В связи с его переизбранием на пост президента Франции, как подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин. В своем поздравительном послании всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Францией поддерживало высокий уровень развития в течение последних пяти лет, сказал Ваньбинь. Ваньбинь отметил, что китайско-французские отношения стали более заметными во время президентства Макрона. В понедельник местные жители Пекина выстроились в очередь в супермаркетах, чтобы запастись товарами первой необходимости, поскольку в столице объявлено о новом всплеске случаев заболевания коронавирусом. Пекин может стать следующим мегаполисом после Шанхая, который будет закрыт для сдерживания распространения коронавируса. В пекинском районе Чаоян в понедельник началось массовое тестирование. Приказано всем, кто живет и работает в этом районе, пройти три теста в течение недели. Индия. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на конференции «Диалог о геополитике и геоэкономике» в Дели в понедельник. Во время своего выступления фон дер Ляйен обсудила события на Украине и их влияние на Европу и Индо-Тихоокеанский регион, китайско-российские отношения и индийско-европейскую корпорацию. Россия и Китай заключили, казалось бы, ничем не сдерживаемый пакт. Они заявили, что дружба между ними не имеет границ и что нет запретных областей сотрудничества. Это было в феврале этого года, а затем последовали известные события, сказала фон дер Ляйен во время своего выступления. Исход этих событий не только определит будущее Европы, но и глубоко затронет Индо-Тихоокеанский регион и остальной мир, сказала она. Фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Индии на рендере моде и обсудила вопросы торговли климата и цифровых технологий. Это ее первый визит в Индию после вступления в должность главы Европейской комиссии. Италия. В понедельник тысячи активистов прошли маршем по Риму в ознаменовании 77-го праздника освобождения, также известного как День освобождения. Люди несли транспаранты, плакаты, маршировали с флагами и скандировали различные призывы, прежде чем собраться возле сцены, чтобы послушать выступления ораторов. Марио, местный житель, сказал «Я сын партизана, у меня есть внутреннее сопротивление, у меня также есть внутренняя конституция». Сам день знаменует победу итальянского движения сопротивления над нацистской Германией, ее итальянским марионеточным государством и фашистом во время Второй мировой войны. Премьер-министр Италии Марио Драги в связи с праздником освобождения от нацизма и фашизма назвал движение «Сопротивление и его идеалы» основой мира, выстроенного после Второй мировой войны. Франция. В понедельник полиция отцепила место преступления в Париже, где ранее были застрелены два человека, и криминалисты тщательно осмотрели место происшествия и сфотографировали его. Позже эвакуатор забрал машину погибшего. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, полицейские хотели проверить автомобиль погибшего в воскресенье вечером на мосту Пон-Неф в центре города, когда он двигался в неправильном направлении. Как только машина проигнорировала приказы остановиться и поехала прямо на полицейских, они открыли огонь. Место преступления находилось примерно в двух километрах от Тейфелевой башни, где многочисленные сторонники президента Эммануэля Макрона праздновали его переизбрание. Австрия. Недельная международная конференция по ядерной безопасности министерского уровня стартовала в понедельник в Вене в штаб-квартире МАГАТЭ. На мероприятие зарегистрировались почти 2000 человек и 130 стран-членов агентства. Порядка 40 стран будут представлены на уровне профильных министров. Ожидалось, что главы министерства и высокие представители по завершении первого дня заседания примут декларацию. Участники встречи обсудят национальные, законодательные и нормативно-правовые базы, проведут оценку существующих угроз и рисков, поделятся опытом физической защиты, ядерных и радиоактивных материалов и борьбы с незаконным их оборотом. Сербия. Российский теннессист Андрей Рублев во время послематчевого пресс-брифинга в Белграде рассказал о своей победе в финале открытого чемпионата Сербии над первой ракеткой в мире Новаком Джоковичем. «Я играл довольно хорошо, а Новак играл не совсем уверенно», – сказал российский теннессист. Новак Джокович, который является номером один в мире, был обыгран Рублевым Сухую за 2 часа и 29 минут. Комментируя принятые организаторами Уимблдона решение отстранить российских и белорусских игроков от участия в соревнованиях, Рублев заявил, «Я надеюсь, что Уимблдон изменит заявление и, возможно, мы придем к соглашению». Германия. Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Хебе-Страйт в Берлине в понедельник прокомментировал результаты выборов во Франции, похвалив действующего президента Эммануэлю Макрона за победу. Во время конференции Хебе-Страйт сказал, «В принципе, правительство Германии всегда очень внимательно следит за развитием, в том числе правого популизма в Европе, который укрепляет силы. Но вчера, надо сказать, был хороший день для Европы, и французский народ сделал хороший выбор». Министр обороны США Ллойд Остин выступил со вступительным словом на оборонной конференции по Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии во вторник. Остин подчеркнул приверженность союзников сдвинуть небо и землю, чтобы удовлетворить потребности Киева в области безопасности. Как сообщают американские СМИ, оборонные переговоры в Германии с участием более 40 стран под руководством США призваны обеспечить надежный синхронизированный поток оружия в Киев. Новости России. В ходе совещания по экономическим вопросам в понедельник президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, сказал Путин. Глава государства добавил, что действия данных льготных условий необходимо продлить до конца 2022 года. Кроме того, Путин предложил отсрочить на год выплату страховых взносов для компаний, которые предоставляют товары на внутренний рынок. ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры в Москве в понедельник. Кроме того, президент России отметил, что даже европейские и американские дипломатические работники высокого ранга призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Путин также добавил, что кураторы из западных служб, которые взаимодействуют с органами безопасности Украины, известные России, пофамильно. Как сообщил официальный представитель СКА России Светлана Петренко, среди лиц, готовивших нападение российского журналиста Владимира Соловьева, шестеро соучастников преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «Национал социализм, белая сила, власть». Также установлено, что преступники планировали реализовать задуманное путем подрыва автомобиля журналиста. По информации ведомства, злоумышленники собирались подорвать автомобиль журналиста, чтобы осуществить задуманное. В ходе задержания обнаружены компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, оружия, предметы с нацистской символикой и наркотические вещества. Россия заявила о высылке 40 сотрудников германской дипломатической миссии. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Соответствующая нота была ранее вручена послу Германии Гезу Андреасу фон Гайру в здании Министерства. Отмечается, что данное решение было принято в качестве симметричного ответа на высылку представителей российского дипведомства в Германии. Со своей стороны глава МИД ФРГ Альна Лена Бербак заявила, что считает принятую России меру необоснованной. Ранее 4 апреля Министерство иностранных дел Германии объявило 40 российских дипломатов персонами Нонграта. В понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил меры по расширению поддержки производителей овощей, развития автодорожной инфраструктуры и реализацию программы компенсации половины стоимости путевок в детские лагеря отдыха. Как заявил премьер по итогам прошлого года, картофелем России себя обеспечивает более чем на 90%, а в целом овощами почти на 87%. Чтобы помочь агробизнесу, правительство корректирует правила предоставления субсидий регионам. На государственную поддержку может рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств. Частично компенсировать свои расходы за счет субсидий можно будет тем из них, кто внедряет агротехнологии как в открытом грунте, так и в теплицах. Новые возможности появятся и у агробизнеса, который строит или модернизирует хранилища для овощей. Уровень возмещения их затрат на материалы и оборудование будет повышен до 25% фактической стоимости. Мишустин объявил, что по поручению президента выделено дополнительные 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Из них 86 миллиардов рублей будет израсходовано на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние региональные дороги. Еще 34 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе на маршруте Европа-Западный Китай. Что касается программ компенсации половины стоимости путевок для отдыха и оздоровления детей, продажи путевок продлятся до 31 августа. На сегодняшний день уже куплено 170 тысяч путевок. По просьбам родителей в этом году впервые в программу включили летние палаточные лагеря. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с прорывом водоотвода на шахте Ярунаковская-8 в Кемеровской области. Ранее в понедельник в Кузбасской шахте Ярунаковская-8 произошел прорыв водоотвода с частичным обрушением горной массы. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал в результате инцидента. Как сообщили в СК России, на момент аварии в шахте находились 284 человека. Все они были выведены на поверхность, кроме 17 горно-рабочих, которые в настоящее время находятся в шахте, для обеспечения ее жизнедеятельности. В пресс-службе областной прокуратуры заявили о начале проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Все работы на аварийном участке шахты приостановлены. К работе на месте ЧП были привлечены два отделения горно-спасателей и оперативная служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда. Всего 22 человека и 5 единиц техники. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 279 новых случаев коронавируса. Умерло 8 человек. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 26 апреля в России выявлено 7107 новых случаев коронавируса. Умерло 176 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 375 237 летальных исходов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах Черноземья. В Воронежской области 279 новых заражений COVID-19. В Липецкой 98. В Курской 87. В Белгородской 85. В Тамбовской 101. По данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в Воронежской области умерло 8 человек. В Москве 19. В Санкт-Петербурге 11. В Пензенской области 8. В Краснодарском крае 5. В Гонконге после пятой волны коронавируса начали смягчать ограничения. Открылись детские сады и образовательные учреждения. Тем не менее, старшеклассники будут учиться онлайн до начала выпускных экзаменов. Остальных учеников и персонал школ, помимо проверок температуры перед входом, ждет ежедневное экспресс-тестирование на COVID-19. В США отменено обязательное ношение масок в общественном транспорте. Причем такое решение принял Федеральный суд. Теперь маски можно не надевать пассажирам и членам экипажей как во время полета, так и в самих аэропортах. В Белом доме заявили, что разочарованы таким решением и призывают американцев продолжать соблюдать масочный режим при пользовании общественным транспортом. Валерий Бобкин, 41 канал. 26 апреля 2022 года исполняется 36 лет со дня самой страшной в истории человечества техногенной катастрофы – аварии на Чернобыльской АЭС. Десятки воронежцев пришли в этот день в Первомайский сквер, чтобы возложить цветы к памятному камню участникам испытаний ядерного оружия. Тему продолжит Галина Жукова. Каждый год, 26 апреля, они собираются у Благовещенского кафедрального собора, чтобы почтить память своих товарищей. Среди них председатель общественной организации Воронежского регионального отделения «Ветераны и инвалиды» подразделений особого риска Михаил Смагин. По словам Михаила Сергеевича, с каждым годом участников радиационных аварий, среди которых и ликвидаторы взрыва на Чернобыльской АЭС, становятся все меньше и меньше. Многие получили большие дозы, некоторые, многие из них не дожили до сегодняшнего дня. Сегодня у нас осталось ветеранов подразделения особого риска около 220 человек. Чернобыльцы, которые ликвидировали ядерную аварию в Чернобыле в 1986 году, от Воронежской области было их 2500 человек. Но мы статистику не ведем, но, к сожалению, уходят каждый день. Основные – это раки. Капитан первого ранга в отставке Михаил Смагин говорит, что и сам борется с последствиями хронической лучевой болезни с тех самых пор, как стал ликвидатором последствий радиационной аварии. Вот я, например, ликвидировал ядерную аварию в бухте Чажма 10 августа 1985 года. Вы перекличку чувствуете – Чажма-Чернобыль. Это когда рванул ядерный реактор, мы, ребят наших, собирали по кускам. Определили, какой уровень радиации был на момент взрыва, когда рука нашего товарища спнула. По кольцу наведенная активность была около 90 тысяч рентген. 91-летний Владимир Андреевич Садчиков был одним из тех, кто занимался разработкой ядерного щита, который являлся сдерживающим фактором в геополитической схватке между ядерными державами СССР и США. Причем сами американцы не скрывали, если бы страна Советов не имела бы ядерное оружие, то нас постигла бы участь многострадальных японских городов Хиросимы и Нагасаки. Уже к 49-му году был создан план уничтожения Советского Союза. Уже были подготовлены средства разрушения наших городов в Соединенных Штатах Америки. Лидерам Советского Союза пришлось мобилизовать лучшие умы страны, чтобы нарушить далеко идущие планы США. Поэтому наши ученые, конечно, очень и очень здорово поработали, в том числе главных перчаток у нас, ну и так сахаром, и другие ученые очень талантливо создали в короткий срок. И в 49-м году испытали первую атомную бомбу на Симпалатовском полигоне. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах отмечается в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он вошел в историю когда-то самой масштабной техногенной аварии современности. Свидетелями тех событий был подполковник милиции в отставке Александр Ощупкин. Он один из тех, кого называют ликвидаторами аварии в Чернобыле. На тот момент ему было всего 22 года. Вместо медового месяца молодой человек сразу после свадьбы был командирован от школы милиции в Гомельскую область для охраны общественного порядка. Коникский район, где находился Александр Ощупкин, был одним из наиболее пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. У нас здесь аллея памяти чернобыльцев находится с левой стороны, где за каждый год закладываются камни. Здесь построена часовня. И вот в этом месте как раз отдается память не только чернобыльцам, но всем ликвидаторам, те, которые были семипалатинцы. В общем, сегодня 26 апреля – это день техногенных аварий, день памяти техногенных аварий. По всем погибшим в этот день у Благовещенского кафедрального собора была совершена заупокойная служба. 26 апреля ветераны подразделения особого риска, ликвидаторы взрыва на Чернобыльской АЭС и представители обл. правительства и мэрии, а также неравнодушные воронежцы пришли сюда в Первомайский сквер, чтобы возложить цветы и венки к памятному камню участникам испытаний ядерного оружия. В Следственном комитете России по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к совершению преступления в отношении детей. Речь идет о шокирующей истории в Терновке, где были убиты два мальчика. Уголовное дело было возбуждено после проведения доследственной проверки. По предварительным данным, у должностных лиц органов системы профилактики имелись основания для проведения индивидуальной профилактической работы с семьей, в которой были убиты два мальчика с 7 и 8 лет, вплоть до изъятия детей из семьи. Напомним, 22 апреля в квартире дома, расположенного в селе Терновка, были обнаружены тела двух мальчиков с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревается их 28-летняя мать и ее старший брат. Они арестованы до 22 июня и на допросах признали свою вину. Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронеже стало ниже плата за аренду жилья. Об этом сообщают специалисты портала «Мир квартир». Больше всего цены упали на трехкомнатные квартиры. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Воронеже – 13 270 рублей в месяц. Трехкомнатная квартира стоит 24 000 рублей в месяц. Двухкомнатная квартира – 18 000. В целом, арендовать жилье в Воронеже дешевле, чем в других регионах, отмечают аналитики. По стоимости аренды жилья – Воронеж на 43-м месте из 70. Самая высокая арендная плата за жилье в Москве, Сочи и Якутске – ниже всего в Саранске, Пензе и Волжском. Причиной снижения цен эксперты называют рост на рынке предлагаемых квартир для сдачи в аренду. До санкционной политики против России эти квартиры владельцы выставляли на продажу. В Госавтоинспекции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Проверка общественного транспорта проводилась на прошлой неделе. По ее итогам возбуждено 17 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц автопредприятий, ответственных за выпуск транспорта на линию. В Воронежской области сотрудники ГИБДД проверяли, как работает пассажирский транспорт. Было выявлено 47 автобусов с неисправностями, при которых их выход на маршрут запрещен. А у восьми из них были незаконно внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Во время рейдов было проверено 669 единиц пассажирского транспорта, в том числе выполняющих регулярные местные перевозки, а также междугородние и заказные. По результатам проверок возбуждено 17 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц автопредприятий, ответственных за выпуск автобусов на линию. Валерий Бобкин, 41 канал. За март, по официальным данным Воронежстата, цены Воронежа выросли почти на 7%. Для примера, с 2016 по 2020 годы официальная инфляция в России не превышала 5% за год. Сильнее всего подорожали капуста, сахар, морковь и лук. Выше стала цена на электротовары. Продолжится ли и дальше эта нерадующая потребителей стабильность по увеличению стоимости продуктов и товаров или цены замрут? Расскажем в нашей постоянной рубрике «Потребительская корзина». Такого резкого скачка цен не было с начала 2015 года. Подорожало всё. Центробанк предупреждает, экономика России сейчас на пороге структурной перестройки. Неизбежно это ведёт к повышению инфляции. Всё пройдёт, когда бизнес сможет адаптироваться к внешним условиям, перестроив производство и логистику. Из продовольствия в 1,7 раза выросли цены на сахар, капусту, морковь и лук, подсолнечное масло, молоко и сгущенку, шоколад и конфеты. «Потребительские цены на товары и услуги Воронежской области в январе-марте текущего года подорожали на 9,7%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 2,3%. Темпы прироста цен на продовольственные товары составили 9,4%, в то время как год назад только 3,7%. Общество чувствует, что этот рост цен ещё не предельный. Впереди всех нас ждёт ещё большее подорожание. Инфляционные ожидания за 11 лет, согласно опросам Фонда общественного мнения, достигли максимума. Население считает, что цены вырастут на 18%. Это второй по величине результат за всю историю наблюдений. Домохозяйства стали ввести сберегательное поведение, потребительское настроение снизилось. Также люди стали предпочитать хранить деньги в наличной форме. Мартовская инфляция в России достигла максимума с января 1999 года. Тогда цены выросли за месяц почти на 8,5%. Такой резкий рост на всё объясняют ослаблением рубля и санкциями. Сложная экономическая ситуация, которая зависит от санкций, введённых по отношению нашей России. Ну и в некотором смысле был ещё азотажный спрос на отдельные виды продовольствия и длительного пользования. В частности, крупы, сахар. Выросли цены на непродовольственные товары. За три месяца подорожание составило 13,2%. Только в марте эти товары стали стоить больше на 11%. В 1,7 раза стали дороже стоить электротовары, детские подгузники, компьютеры, обручальные кольца и легковые автомобили. Дороже стал стоить активированный уголь. Его цена выросла почти на 20%. Стала выше цена на немесулит, синупред, шприцы, бинты. Выросла значительная стоимость услуг по ремонту холодильников. Подорожали поездки в Турцию, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Дешевле стала стоимость оплаты за проживание в трёхзвёздочной гостинице и плата за первичное посещение стоматолога. Прогноз по развитию ситуации неблагоприятный. Предполагается, что годовая инфляция в 2022 составит 20%, в 2023 году она стабилизируется до 8%, а в 2024 году экономика страны адаптируется и рост цен не превысит 4%. Что касается официальных прогнозов от Минэкономразвития и Центробанка, в которых инфляции не превышают 5,9%, то на наш взгляд к сегодняшнему положению вещей они не имеют никакого отношения. Из хорошего. Предполагается, что уже к концу года рост цен остановится. Олесь Алисюк, Сергей Артёмов, 41 канал. Комплексную реконструкцию Воронежского цирка завершат к концу 2024 года. Об этом сообщил гендиректор Росгосцирка. Воронежскому цирку в этом году исполнилось 50 лет. Но за всё это время его здание ни разу не ремонтировалось. В 2022 приступили к разработке проектной документации. В настоящий момент завершено обследование здания. Это помогло определить физический износ конструкций и внутренних инженерных сетей. На основе этого разработано архитектурно-планировочное решение, по которому модернизируют здание цирка. Реконструкция позволит устранить изношенные конструкции здания и обеспечить соблюдение современных норм, в том числе по пожарной безопасности и содержанию животных. Непосредственно к капремонту приступят в 2023 году. В цирке сделают новые гримерные для артистов, обновят техническое оборудование, что позволит сделать представления более зрелищными и современными. Напомним, постановление о реконструкции Воронежского цирка в июле 2020 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На это из федерального бюджета выделили 1 миллиард 740 миллионов рублей. Галина Жукова, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3-7-9-12-15-19-30-21-00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и подписывайтесь на наш YouTube канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok